Собор Смоленской иконы Божьей Матери Собор Смоленской иконы Божьей Матери является памятником архитектуры и прекрасной достопримечательностью Нижегородского края. Своим величием стиль и классицизма не может не привлекать к себе внимания. Деревянный храм на этом месте был построен в 1606 году. Через 200 лет ветхую деревянную церковь перестроили на каменную, в честь победы над Наполеоном. Организовал постройку церковный староста Иван Васильевич Гостков. Будучи человеком бездетным, он все свои средства отдал на возведение этого храма. Но так как их было недостаточно, он нашел себе компаньона, крестьянина этого же села Чеснокова. Строительство шло 12 лет. Богатый вклад внес и владелец села. Граф Михаил Михайлович Салтыков. Главная достопримечательность храма – это картина известного испанского художника Бартоломео Эстебена Мурильо «Распятие Христа Спасителя». Этот ценный дар, полученный графом от саксонской принцессы Марии Августе в 1770 году, украшает алтарь церкви и по сей день. Одним из церковных старых был местный богач Сергей Васильевич Визовов. Он имел кожевенные и клееваренные заводы. Немало средств потратил на строительство и содержание храма. В церковной ограде находятся могилы Госткова, Визовова и местного благотворителя Пузакова. На могиле Госткова поставлен чугунный памятник, на котором отлиты стихи священника села Воезное Петра Терновского. Сохранившийся на стенной росписи – это дело рук московских художников и учеников Стутинской школы живописи. Смоленский собор был самым большим в Нижегородской губернии на момент постройки. В 1815 году преосвященный Моисей, епископ Нижегородский Арзамаский, совершил освящение храма. Рядом с собором стоит шатровая колокольня, построенная в 1721 году, оставшаяся от предыдущей Рождества Богородицкой церкви. С 1940 по 1942 год церковь была закрыта. Храм использовался в подзернохранилище. В 1991 году церковь насчитывала около тысячи прихожан. В 2007 году Смоленский собор и входящие в его ансамбль колокольня стали объектами культурного наследия федерального значения. В 2010 году в Смоленской церкви стал работать отряд волонтеров «От сердца к сердцу», которые помогают деткам. 10 августа в соборе отмечается престольный праздник в честь Смоленской иконы Божьей Мастери. В 1655 году по всей России свирепсывала чума. Салтыков находился воеводой в Казани, когда узнал об эпидемии чумы в окрестностях Арзамас. Там на его глазах по молитвам перед образом иконы Божьей Мастери Адигитрия Смоленская произошло исцеление от эпидемии. Тут же Салтыков повелел сделать копию из чудотворной иконы и послал ее в свою вводчину. По прибытии иконы эпидемия в Арзамасе и его окрестностях прекратилась. И в наше время люди получают помощь по молитвам перед чудотворной иконой. Другие почитаемые святыни в храме это Икона положения Господа Иисуса Христа во гроб или плащанице. Икона успения Божьей Матери с частицами мощей. Икона преподобного Феодора Санаксарского и святого праведного воина Феодора Ушакова с частицами мощей. Икона преподобного Серафима Саровского с частицами мощей. В нашей семье Смоленская церковь играет немаловажную роль. Мои младшие сестры были крещены православную веру в этом храме. При церкви работает воскресная школа. В планах на будущее посещать ее со своими сестренками. Продолжение следует...